Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. Сегодня ровно год, как в аэропорту Кольцово, функционирует международный пункт международного почтового обмена. Как происходит так, что посылки не всегда приходят в срок и других тонкостях почтового обмена. Поговорим сегодня с начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля номер 2 таможенного поста аэропорта Кольцово Алексеем Ягудкиным. Алексей Владимирович, добрый вечер! Добрый вечер! Ваш вопрос нашему гостю отправляйте по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Итак, вам год. Это, наверное, значит, что теперь посылки авиационной почтой всегда в срок доставляются. Ну, я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. Расскажите об организации. Она появилась действительно ровно год назад. Как изменилась жизнь тех горожан, кто привык заказывать посылки почтой? Ну, да, как бы вот с 11 ноября действительно зафункционировало место международного почтового обмена Екатеринбург и МПО. Что изменилось? Ну, как бы по большому счету судить, скорее всего, все-таки жителям города, жителям Свердловской области. Ну, я надеюсь, что сроки, как бы, доставки все-таки сократились. Достаточно сократились. Ну, как было раньше? Куда раньше приходили все эти посылки и корреспонденции? Ну, во всяком случае, лет пять все посылки, все международные почтовые обмены были сконцентрированы, как правило, в Москве. То есть они проходили обработку в Москве и потом перенаправлялись, как бы, уже по регионам. То есть доходило до того, что, допустим, физическое лицо заказывало товар в Китае, соответственно, данная посылка перенаправлялась в Москву, проходила обработку и впоследствии потом возвращалась во Владивосток. Это совершенно нелогично. Да, конечно, тут и сроки, и сроки доставки. Ну, это уже, как бы, в общем-то, почта России. Конечно, тут стоимость доставки, конечно, тут. Вы заговорили о Китае, а вообще география, вот какая посылок тех, что в Екатеринбург приходит теперь? Ну, вот, как бы, казалось, что да. По большому счету мы так и рассчитывали, что в связи с открытием ММПО в Екатеринбурге, ну, на данный момент единственное ММПО в Уральском федеральном округе, как бы думали, что основная масса все-таки будет, как бы, приходить на все-таки жителей Уральского федерального округа, во всяком случае. Ну, вот, как показала практика, в общем-то... Какие данные? Ну, вот, на сентябрь, во всяком случае, на Уральский федеральный округ приходится всего 14,9% от общего количества поступлений в ММПО Екатеринбурге. Остальные куда? По всем округам, то есть это и центральный округ 13,4%, северо-западный, ну, тут практически не получают они 0,02%. При Волжске федеральный округ 31,2%, Южный федеральный округ 16,6%, Северокавказский 5,7%, Сибирский 14,5%, Дальневосточный федеральный округ 3,7%. То есть, как видно, практически работаем на всю страну. Алексей Владимирович, получается, что Екатеринбург – это важнейший такой перевалочный пункт для почты и в другие регионы? Ну да, как мы знаем, он, в общем-то, имеет стратегическое, географическое, находится в географически очень выгодном положении. Опять же, плюсом у нас то, что у нас имеется мощный авиаузел, которым является аэропорт Кольцо, который входит в пятерку крупнейших авиаузлов Российской Федерации. Поэтому, естественно, конечно, вот то направление китайское, да, оно очень, скажем так, выгодно, в частности, и касаемо почтовых отправлений. Вот смотрите, механизм каков? Я совершенно по-дилетантски сейчас его озвучу. Человек делает покупку, вот житель Екатеринбурга, в каком-то интернет-магазине, например, в китайском, раз мы об этом говорим, и это популярное направление, действительно, она приходит сразу к вам? Да. А в зависимости от страны механизм как-то меняется? Если заказ сделан в Соединенных Штатах, например? Да, в этом случае, конечно, но в связи с тем, что у нас сообщений все-таки с Соединенными Штатами нет, то, скорее всего, он придет в Москву и может быть перенаправлен транзитом, в принципе. Как происходит взаимодействие с Почтой России, о котором вы тоже сказали? Где зона ваших полномочий, а где уже Почта России? Ну, зона наших полномочий, если уж по большому счету, то начинается с момента пересечения таможенной границы. В Кольцово. В Кольцово, да. Ну, а если говорить все-таки о сроках совершения таможенных операций, где кто прав, где кто виноват, то, естественно, у нас зона деятельности или ответственности начинается с момента предоставления международного почтового обмена на таможенный контроль, с момента регистрации данного почтового отправления. Я не случайно спрашиваю, к сожалению, достаточно много критики в адрес Почты России звучит, и горожане, в том числе, часто винят именно Почту России в том, что посылки долго находятся в пути. Вот в этом направлении какая-то работа ведется, может быть, совместная? Ну, тут, в общем-то, да, в течение года, вот когда мы начали работать, в общем-то, для всех было все как бы вновь, в том числе и для нас, и для операторов почтовой связи, которые здесь работают, именно в Екатеринбурге. Естественно, в течение года мы работали по совершенствованию каких-то процессов, связанных с совершением таможенных операций, таможенным контролем. Естественно, мы как бы, тем более, что мы работаем все-таки в программном средстве в ГУП Почта России, автоматизированная информационная система, сортировочный центр, и, соответственно, мы проставляем свои отметки в соответствующем модуле данного программного средства. Соответственно, естественно, в случае, если, допустим, оператор почтовой связи что-то неправильно сделал, не отсканировал, не зарегистрировал, она у нас не принимается, нам приходится возвращать обратно. Поэтому вот эти моменты, как бы, ну, они сейчас на данный момент практически устранены. Естественно, мы какие-то предложения уносили по совершенствованию данного программного средства. Вот на данный момент МАМПО Екатеринбурга, ну, как бы, он оборудован пятью линиями конвейерными. Три из которых предназначены для обработки мелких пакетов. Одна из них ЕМС отправление и одна посылки. В связи с тем, что мы просмотрели, действительно, основной объем – это все-таки мелкие пакеты идет. Основной объем. О мелких посылках вы заговорили. Впереди Новый год, наверное, это пора для вас. Особенно жарко, потому что подарки активно за рубежом заказываются. Ну, да. Мы, как бы, по большому счету, еще не знаем, что все-таки предновогодний-новогодний период, в связи с тем, что мы его еще не видели, по большому счету. Ну, да, в принципе, вот уже октябрь. Да, по большому счету и ноябрь, и август, и сентябрь, и октябрь уже показывают увеличение, соответственно, объемов. Октябрь уже показывает, как бы, достаточно значительные объемы почтовых отправлений, которые поступают в МАМПО Екатеринбург. То есть, пока сказать, как объем работы увеличится, вы не можете? Прогнозировать сложно? Прогнозировать сложно, но, судя по все-таки... Прошедшим месяцем? Да, ну, во всяком случае, то, что мы видели у коллег в других местах, да, он значительно как бы... Ну, круглосуточный режим работы, какие-то такие вещи возможны? Ну, у нас и так круглосуточный режим работы изначально был. Вне зависимости от праздников? Вне зависимости от праздников, да. Я предлагаю озвучить какие-то ключевые правила и запреты. Мы регулярно становимся свидетелями того, как, например, жители региона заказывают ручки, которые называют шпионскими, оснащенные там видеокамерами и прочее. Таких посылок, насколько я знаю, много. Какие ключевые правила должны знать люди, когда заказывают почту? Ну, для начала, конечно, перед тем, как все-таки заказывать международное почтовое отправление, точнее, товары, которые будут перенаправляться в международных почтовых отправлениях, изначально надо узнать все-таки правила. Что это за правила, где они написаны? Ну, правила, во-первых, они определены соглашением между Российской Федерацией, Республикой Белоруссии и Республикой Казахстана 18 июня 2010 года о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Российской Федерации и совершении таможенных операций, связанных с их выпуском, в котором есть перечень товаров, запрещенных к ВОЗу, и конкретно в международных почтовых отправлениях. Ну, что запрещено? Мы можем озвучить ключевые какие-то позиции? Ну, как... На чем попадаются люди? На чем попадаются это, вот тут стоит тоже остановиться, в частности, это растения и семена. Растения, причем в любом виде, будь то живые растения, будь то засушенные, как гербарии, да, корешки, в том числе и семена, они запрещены к ВОЗу. А расскажите, вскрываются посылки или нет? Это возможно? Конечно, вскрываются в случае необходимости. Это форма таможенного контроля, проводится таможенный досмотр. А что такое случай необходимости, когда подозрителям кажется груз? Конечно, то есть, ну, основная форма таможенного контроля все-таки в отношении международных почтовых отправлений – это таможенный осмотр, то есть применением досмотровых рентгенотелевизионных установок. Конечно, если инспектор видит, что как бы... Не унушает доверие посылка посылки. Да, естественно, он перенаправляет как бы на досмотр, и, соответственно, досмотр все показывает. Спасибо большое. В общем, аккуратно делайте посылки за рубежом. Таможенный пункт аэропорта Кольцова постарается в кратчайшие сроки вам доставить. Благодарю нашего гостя Алексея Ягудкина, начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста аэропорта Кольцова. В программе «Послеусловие» мы о посылках поговорили. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова